ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй! Вы чё, как неживые, упырьки? Вот уроды. Школа начинающего стартапера, где на пальцах объясняют, как продвигать проект, кого брать в правление, как строить программистов, вести переговоры с бизнесменами старой закалки, увольнять лучшего друга, если он не нужен компании. Всё это сериал «Силиконовая долина», второй сезон которого уже в эфире. В России герои шоу Майкла Джаджа говорят голосами Ильи Джема и Вики, ведущих утреннего шоу «Бригада У» на Европе+. Что смешного? Да картина у вас такая отстойная. Типа Камасутра для орликинов. И нарисовано плохо. Знакомые, такие авторитетные, занимающие высокие должности, они смотрят «Силиконовую долину» и встречаются в коридоре, и говорим «Привет, привет». И мне выражают респект за Эрлиха, именно за этого персонажа. Мне спасибо. Если вам нравится, тогда я продолжу. Можешь присесть, если хочешь. Или будем стоя. Неважно. Я стою. Хорошо. А ты не обязана. Хорошо. Тебе не будет неловко сидеть? Я постою. Моника. Питер Грегори мёртв. Он прямо вот в тренде, потому что там всё есть и такая, такой лёгкий разврат, и опять же, те же самые технологии, а все сейчас на этом помешанные. В общем, ну такой хороший, свежий. И я не знаю аналога, например, чего-то подобного. То есть про любовь у нас много, про друзей у нас много всяких сериалов. А вот такого ещё не было. Ребята, это Лори Брим, новый управляющий партнёр Равиги. Здрасте. Я Ричард Хендрикс. Да. Я, честно говоря, не знаю, что будет во втором сезоне. Интрига для всех, пускай будет. И для всех, кто слушает, смотрит, и для тех, кто озвучивает. Потому что сегодня первый день озвучки. И я жду свою очередь и даже волнуюсь, переживаю по этому поводу. Зато мы знаем, стартап Ричарда Хендрикса набирает обороты. При правильном финансировании мы сможем представить бета-версию на CES. А если откажетесь, будете козлами. Вроде как всё хорошо, если бы не конкуренты. Они устраивают молодому программисту проблемы юридического характера. Всё серьёзно. Моника разрывается между привязанностью к Ричарду и интересами нового шефа. Но трудности делают Ричарда сильнее. Вчерашний новичок уже вполне сносно плывёт в мутных водах Силиконовой долины. Он, наверное, стал более уверенным в себе. Если первые плохие новости, когда не давали денег на их проекты, и когда чуть-чуть практически под угрозой срыва были контракты, его буквально рвало от этих новостей, то в конце концов он уже нашёл уверенность в себе. Неожиданный успех первого сезона Силиконовой долины не оставил боссам из HBO выбора на счёт заказа второго. На первый взгляд, специфическая тема о буднях IT-индустрии оказалась популярной у миллионов зрителей по всему миру. В России, где создаётся свой Инноград Сколково, эта история более чем актуальна. Блин, ну вот Эрлих, он может быть, конечно, в России. У него какие-то русские корни, возможно, одесские. У нас такого нет, несмотря на наш наноцентр, построенный какой-то окутанной тайной, мифами, легендами. Вот поэтому мы наслаждаемся тем, что происходит у них там, в Силиконовой долине. По случаю выхода второго сезона Силиконовой долины, звёзды шоу «Бригада У», «Европы плюс» и онлайн-сервис «Амедиатека» проводят совместный розыгрыш полугодовой подписки на лучший сериал об IT-индустрии и другие телевизионные блокбастеры онлайн-сервиса «Амедиатека». Играй с «Бригадой У» каждый понедельник и смотри всё, что нравится. Все бросаем и смотрим второй сезон «Силиконовой долины». На канале «Амедиапремиум». И на онлайн-сервисе «Амедиатека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова